ну что ж друзья я вновь рад приветствовать вас на нашем канале и в этом обзоре мы разберем с вами что же из себя представляет мод у вангвар так как выпущено много всяких стримов он спой прохождение на английском языке так сказать для русскоязычного населения непонятно что из себя представляет у вангвары стоит ли не ставить чем он лучше или хуже попробуем немного разобраться в этом конечно в этот выпуск войдет не все но я постараюсь как говорится объять необъятное как можно больше втолкнуть вот именно в этот контент выпуска чтобы вы более-менее поняли что же все так все-таки такой из себя этот вангвар чем его едят и так выберем мы и низкий уровень уровень сложности так как очень много всяких фишек добавили с вангваром и поэтому чтобы постепенно уникнуть поставим низкий уровень сложности дабы разобраться во всем пошагово в дополнительных настройках у нас будет включена операция при тече проще режим терминатор во второй волне как видите много всяких опций но это не зависит конкретно от моду вангвар все эти опции доступны после первого прохождения xcom но они открываются и тут вы можете доставить еще уровень сложности прибавляя всяких фишек так ну что ж начнем и по ходу дела я буду нарезать данный контент из разных частей дабы рассказать о классах новых данных на юнитом где-то что-то о фишках об оружии где-то более-менее гладкий перевод дать этим фишечкам чтобы более-менее понятно и расширено это пояснение так ну что ж приступим пропустим заставку сразу перейдем к расположению база на континент что изменилось в ангваре изменились немножко бонусы то есть бонус за континент космос и атмосфера также сохранил стоимость покупки сборки содержание всех самолетов вооружения снижается на 70 процентов северной америке европа бонус за контент уникальное знание стоимость строительства содержания в лаборатории и мастерских снижается на 60 процентов переходим дальше в азии битва будущего все проекты в литейном цехе а также школе офицеров стоит на 60 процентов меньше тут везде добавилась только процентов к в принципе бонус африки все включено ежемесячное финансирование проекта x-ком повышается на 30 процентов этот бонус также остался на континент и поменялась южная америка по своим бонусом неутомимые дипломаты появился бонус замедляется повышение уровня мировой паники для данного мода вонгвар вот этот бонус просто жизненно будет необходим то есть в принципе можно играть европе и можно играть в южной америке дабы вылечить себе прохождение и так сейчас мы сразу перейдем к той фазе где у нас уже есть бойцы разбиты по классам и его по рассказу немножко про классы по саму базу что же как же делается обстоит вот мы перешли на базу начнем ну давайте все по порядку начнем с лаборатории лаборатория исследования у нас стали производиться намного дольше то есть в принципе срок увеличился также как и с фишкой марафон но если вы заметили второй волне сейчас ничего вообще не включал даю показать он чисто привилегии не аспекты модул ангвар дугомет 18 дней материал пришельцев 18 дней установление состава 30 дней на лицом и компьютере 30 дней также вместо по ресурсам вместо двух бортовых компьютеров теперь нужно 4 вскрытие сектоида определяется как мирный проект и 12 дней производится что ж идем инженерный отдел что изменилось тут давайте перейдем в постройки по постройкам изолятор для постройки требуется 10 энергий 200 кредитов и смотрите 10 сплава то есть за сплав нынче тут можно и возводить постройки и также с помощью сплава можно ускоривать производство как литейном цеху в инженерном отделе также и строить на базе ускорять постройку за сплав что тоже немаловажно и кстати сказать нынче у нас что сплав что состав и так далее очень в таких суженных рамках добывается то есть найти он намного труднее и соответственно он тут просто на вес золота кстати сказать о средствах изначально нам дают порядка ну сумма варьируется 500 700 кредитов как бы казалось большая сумма но для даже среднего уровня это сумма в принципе не соизмерим мало потому как все постройки стоят очень больших денег так немного друзья так сказать мешкой словах потому как еще сам полностью во всем не разобрался моде вот где-то там что-то посмотрел где-то в чем-то сейчас по ходу с вами будем разбираться поэтому уж извините где-то буду искать нужны словечки для более конкретное выражение мысли так мастерская требует 4 энергии 15 инженеров и 120 кредитов но это соответственно уже вторая мастерская первая мастерская построен вернее находится уже строительстве моды спутниковая связь 5 энергии тоже один уже построен на 2 20 инженеров и 200 кредитов как видите цена в кредитах повышается электростанция 120 кредитов термогенератор 350 кредитов цена увеличилась в обычной версии 200 так лифт соответственно тоже увеличился цене ну и перейдем теперь в оружие техника смотрим изначально стандартной классической версии у нас здесь есть еще одна вкладочка наше вооружение здесь она убрана видимо будет открыто после того как мы что-либо построим или до какого-то определенного момента в игре дойдем возможно так на данный момент доступна сразу вкладка техники можем строить спутники которые изначально стоит сразу 100 кредитов можем строить сразу тбмп без исследования на литейном цехе стоимость 50 кредитов также у нас доступна опция rebuild shift это то есть возврат тбмп ремонт тбмп то есть как я понял из задумки разработчиков в этом моде сделано так что если мы теряем на поле боя наш тбмп то от него остается гусеничная платформа и на основе этой гусеничной платформе за меньшую цену тбмп стоит 50 кредитов восстановление тбмп стоит 20 кредитов но также нужна одна гусеничная платформа но нашел поврежденного тбмп также появилась такая фишка как автолодар автолодар стоимость 30 кредитов и эта штучка позволяет нам автоматически перезаряжать оружие как я понял посту как у нас закончились патроны в нашем вооружении что тоже немаловажно вот только я еще до конца не понял тратится ли на это ход перезаряжайся автоматом либо она автоматически перезаряжается и ход не тратится привет так теперь давайте казарма в последнюю очередь теперь мы перейдем в ангар в ангаре смотрим каждый континент нам теперь доступно по 6 истребителей как вы помните в оригинале их было всего по 4 так по 6 истребителей на континент и каждый раз вы можете ставить на выбранный корабль то вооружение которое лучше подводить также так и как вы видите точно также по оружию у нас вкладка которая освещает нам что же себя представляет это вооружение также мы можем переименовать этот корабль автоматом то есть видите он выбирает новое имя автоматически для этого корабля генерирует так ну и вкладка соответственно сам корабль который нам повествует о самом нашем истребители что же он из себя представляет чем оснащен так переходим теперь в изменение вооружения которое нам сразу доступно и кроме ракеты лавина нам сразу доступно стратегическое вооружение ракеты стратегические stingray то есть в принципе от лавины они практически ничем не отличается единственное что у нее сниженный урон непонятно для чего они нужны но в принципе вот такая вот фишечка для кораблей присутствует изначально при загрузке данного мода теперь доктор вален мечтает получить такую же тварь на целую и по возможности переходим в оперативный штаб смотрим как вы видите шкалы на континентах изменились шкалы при запуске спутника покрытие континента появился вот такой вот щиток везде то есть видимо он будет заполняться потом когда полностью континент защищен то есть паникующий стран даже синим синенькими полосочками это уже как бы страны с повышающейся паникой вас понял мы посмотрим что это за контакт только я сомневаюсь что он имеет отношение к нам же как вы видите шкала уходит в зеленую сторону то есть если шкала 7 это уже стран начинает паниковать если ближе к зеленой стране то все нормально она также зеленая шкала может уходить вообще в ноль то есть вот как у вас увидите в германии допустим зеленая шкала убрана в ноль то есть германия у нас вообще не паникует также как вы видите индия вышла из совета причем страны выходят сами по себе из совета они могут принимать такое решение вне зависимости от того паникует страна не паникует она может быть зеленой но захочет выйти из совета и выйдет происшествий нет ничего с этим не поделаете однако потом по прошествии какого-то времени если вы так сказать на благо всех остальных стран трудитесь и у вас растет уважение в других странах это страна которая покинул совет может обратно вернуться в совет вот в чем фишка новая то есть так сказать не понравилось им что-то вышли из совета увидели что вы развиваетесь отлично у вас как бы все ровно за последнее время мы несколько раз принимали странные сообщения какой-то псих с позывным командир стрейкер вещает центр ты меня задолбал и в общем мысли немножко потерял ну ладно приставание в том что вышла страны из совета это ничего страшного она может у него обратно вернуться так же как вы видите появилась две шкалы у нас вместо одной да конечно непонятно для чего это сделано видимо тоже связано с выходом возвратом тоже как-то будет варьироваться это шкала не выйдет это оборудование придется отдать ученым спутниковые связи работают на предельной мощности требуется дополнительный модуль так по финансовым как вы видите все осталось точно также но где-то цены повысились и где-то остались на том же уровне где-то может быть понизились еще в этом очень конкретно не разбирался но как вы видите каждая страна у нас приносит деньги не так как это было в оригинальной версии та которая покрыта спутниками приносит деньги та которая не покрыта не приносит приносит все но изначально по какому-то процентажу где появляется спутник там соответственно ставка выплат возрастает так перейдем в серый рынок в сером рынке теперь можно покупать и продавать то что вы приобретаете в инженерном отделе то есть купили там допустим пулемет какое-нибудь оружие это те же прибор этот релод и так далее слушайте скажите своим ребятам что куски пришельцев это не сувенир нет их нельзя вы можете это все точно так же продать то есть тут до работы мы не могли там продать свое вооружение но тут вы можете брать выражение если он вам не нужно только цена идет в процентаже там где-то процентов от 20 до 40 вот так вот варьируется вы можете выручить то есть изготавливая эту вещь вы потратите в разы больше чем продавая также как вы видите можно продать состав который вы находите и состав здесь кстати нужен для улучшения не только сплавы но и состав нужен для улучшения увеличения вернее скорости построек каких-то улучшений также для увеличения скорости создания каких-то вещей мы сейчас ведем несколько объектов но я бы их перепроверил наши клиенты в общем состав тут необходимая часть для увеличения скорости развития в каждой бочке так сказать затычка везде нужен состав также вот тут у меня есть два текущие запроса перевод спутника государства аргентина перевод спутника в государство сша почему они появляются и за этим кстати на плавно следить при прокрутке центре управления сейчас мы туда и перейдем сразу при прокрутке в центре управления у нас в нижнем левом уголке где печатается наше происшествие плане того что допустим выздоровел боец починился самолет и так далее появляться стало теперь отлично появляться стало теперь сообщение что у нас якобы засечено зафиксировано приземление объекта какого-либо в какой-то район на земле и после этого мы заходим в оперативный штаб и у нас появляются текущие запросы чтобы в том государстве где высадилась эта тарелка и они покрыты спутниками поставить спутник за определенное время и опять же если мы этого не делаем государство может либо просто берется либо конкретно берется и выйти из состава нашего совета что тоже значительно осложняет игру и теперь пришельцы нападают все чаще и мы несем тяжелые потери надо уже сейчас набирать новых бойцов в казармах наверняка есть подходящие люди в казармах и разместил 8 бойцов по 8 основным классом что же у нас где как поменялось давайте поглядим перейдем сразу способность сейчас поспошел мы с ним пробежимся и так доступно тяжелая пехота по классу пулеметчик то есть это вот такая вот девушка или мужчинка но этот юнит с пулеметом и как вы видите без гранатомета то есть перки гранатометные как выстрел из рпг там и так далее на дополнительные ракеты этому юниту не нужны зато появились три ветки классов как вы видите у всех юнитов то есть одна ветка первая для пулеметчика это подавление вторая ветка если мы хотим кроме пулемета ему дать рпг нажимаем на выстрел из рпг у него появляется гранатомет но тогда вместо пулемета ему дается автомат вот такая вот фишка и я еще толком не разбирался кажется этому классу можно давать и пулемет автомат точно так же как снайперам можно автомат и снайперскую винтовку выдавать штурмовикам есть штурмовой дробовик в плане того что как допустим к в с так далее винтовка получается и есть просто дробовик типа помпового ружья ну как было рассеивающий такое так и третья колонка появилась она третья колонка первый навык с вопросом вот здесь переведено как устойчивость к оглушению этого бойца невозможно оглушить из другомета и соответственно взять живу возможно это что-то фишка для сети волк какой-то режима доступная но когда на нее нажимаешь по сути у вас спонтанно варьируется класс либо присваивается пулеметчик класс либо выстрел из рпг соответственно вешается гранатомет скорее всего возможно неверно перевели просто-напросто это на нее нажимаешь и рандомно вам присваивается ветка если вы не знаете кого вы хотите выбрать или у вас допустим много юнитов этого класса данного просто вам уже надоело жать на всякие исполнительные клавиши выбирать конкретный перк пулеметчик или гранатометчик и ждете на вопросик и автоматом под выбирает класс какие новые перки в принципе появились но огневая поддержка вспышка графическая метка то все знаете и тут как бы так как у меня выбран класс тяжелой пехоты пулеметчик то есть я его беру подавление вспышку выстрелом заставлять убегать врага из укрытия тепловые патроны как увидите сколочную ракету я не беру так как у меня не выбран выстрел из рпг гранатомета нет появился перк рейнджер что данный перк дает нам перк рейнджер дает дополнительные дополнительное разрушение дополнительный урон с нашего основного оружия для каждого класса есть такой перк на определенную допустим у штурмовиков у тяжелого пехотинца кажется у юнитов поддержки есть но снайпер да этот перк доступен в принципе всем классом в разных своих рангах так тактическое чутье палач соответственно тут выбран пристребе по целям у которых осталось менее 50 а за меткость увеличивается опасная зона не выбрана так как опять же нет рпг разгрузка все предметы увеличены с ограничением беглый огонь двойной выстрел вот перк который в принципе сейчас данные перки разбили по всем видимо класса перк который в принципе не доставался пулеметчику если мы допустим не поставим опцию во второй волне на рандомное распределение перков тот кого вы видели вторая волна не подключена рандомного распределения нету то есть этот перк доступен этому классу что мне кажется для пулеметчика отлично делать два выстрела подряд из пулемета можно соответственно уничтожить много кого так вызов урон критического попадания увеличивается на единицу за каждого противника но это мы знаем стойкость это полная защита от крита воля к жизни боец в укрытии и его не обходя с фланга полученный урон снижается на двоечку также крепкое здоровье но это стандартный перк тяжеляков часовой у меня выбран делает два ответных выстрела вместо одного ну и хаос соответственно огонь на подавление другие способности действующие по почве носят больше урона так и давайте к следующему следующий у нас юнит поддержки и это конкретно медик то есть выбора на шкала с тремя аптечками соответственно этот юнит будет прокачиваться в приоритет лечение также у юнита поддержки есть фишка гранатометчик ну дальше позже мы пролистаем этот класс не называется он же не медик так вот теперь перк который раньше был доступен при наличии медали сейчас он доступен именно вот так вот без всякой медали как обычный основной перк персонажа никогда не паникует если ранят или убьют его союзника также дымовая шашка стандартный перк огневая поддержка тоже вам известный перк тактическое чутье старый перк туманные берега тоже для юнита поддержки стандартный перк реаниматор ну реаниматор тут выбран так как линия медика прокачивается также локон лод фишка то есть это не разгрузка это дает наличие дополнительных снарядов как я понял типа гранат или ракету гранатомете дополнительный и расширяет ваш магазин в основном оружие то есть больше очередей вы сможете выпустить без перезарядки до перезарядки вашего вооружения густой дым стандартный перк поддержки боевые наркотики тоже вам уже известны подавление доступно также опять же вот он этот перк рейнджер про который я уже рассказывал тяжелого пехотинца такой был выбран точно также наносит дополнительный урон так приспособление снова выбран для этого класса стойкость полная защита открыто крепкое здоровье спринтер также выбран для этого класса потому как для медика важно как можно дальше пробежать чтобы успеть полечить кого-либо часовой делает два ответных выстрела известный перк разгрузка вот кстати сказать lock and load отличный перк от разгрузки так как разгрузка все предметы с ограничением по часу применений нужно использовать еще один раз а lock and load это чисто перк который теперь дается для пополнения магазина так сказать дополнительный магазин дополнительный боезапас на миссию для дольше стрельбы и как можно дольше оттягивать момент для перезарядки оружия что кстати немаловажно и может вас спасти ну и соответственно для медика выбранный перк вам уже известный спасатель при лечке которыми пакет восстановить на 4 уже больше так переходим дальше следующий класс снайпер стрелок почему снайпер стрелок смотрите у снайпера доступен сразу изначально по одной ветке перк молниеносный рефлекс зачем скажите вы такой снайпер это следующий класс снайпера который дальше тоже будет и о нем поговорим отдельно сейчас же снайпер стрелок общий вид и с общего вида опять же выбираем перки которые нам нужны для стрелка соответственно выбран надежную позицию у меня для того чтобы стрелять сверху и меткость была повышена метки стрелок низкий силуэт но это частые перки снайпера которые вам уже знакомы из прошлой и стандартной вариации из кома тактическое чутье знакомый перк выстрел в голову обязательный перк для снайпера который работает по классу стрелка палач тут не нужен это предострели так вызов уровень критического попадания увеличится на единицу за каждого противника также для снайпера в роли стрелка выбран рейнджер перк дополнительный урон с главного оружия наносит так и вот еще один перк который добавлен вместо медали медаль 4 называется что нам дает дает то же самое что и та наша медалька плюс 10 меткости и шансов на критическое попадание если боец находится дальше 7 клеток от ближайшего союзника вот это этот перк насколько я помню только снайперам доступен хотя могу ошибаться мы сейчас поглядим дальше то есть для снайпера в принципе как нельзя кстати чем дальше от позиции всех остальных тем соответственно меткость выше вот опять этот новый перк локону вот для повышения вместимости магазина выбран парализатор для данного снайпера вот медаль 1 при здесь меткости при стрельбе во врагов в полном укрытие разгрузка опять же знакомый перк выстрел на вскидку может стрелять вести ответ на огонь и снайперской винтовки после движения выборочное прицеливание тут мне поставлен при стрельба по врагам че представители были подвергнуты вскрытие боец дополнительно носит 2 единицы урона не помню кажется этот тоже была медалька такая или перк раньше был такой тоже мне кажется медалька такая была так стойкость опять же полная защита открыта хаос и двойной выстрел для стрелка выбран двойной выстрел вот как вы видите у снайперов в принципе все снайперские такие более-менее снайперу подобранной перке ему доступны так и теперь второй класс поддержки первый я показывал медик второй класс поддержки это инженер выбран перк гранатометчик позволяет держать до двух гранат в одной ячейке снаряжение урона сковочных игольчатых гранат а также гранат пришельцев увеличивается на единичку вот это вторая ветка хорошая реакция на знакомый перк дымовая шашка тоже стандартный перк поддержки как я уже говорил и вот сопер то есть это перк который позволяет кидать наши гранаты намного дальше чем это возможно при стандартных навыках солдата при этом наши гранаты еще будут наносить дополнительный дамейдж по площади так сказать этот перк я видел пока что только у класса поддержка инженер больше ни у кого это соответственно перк от первой медали о которой мы уже рассказывали густой дым стандартный перк голографическая метка как мне кажется для юнита поддержки отличный перк тактическое чутье стандарт туманные берега тоже стандарт и вот перк доступный только поддержки по класса инженер ремонт ремонтирует роботов ну соответственно вот тут вот непонятно это нужно будет дойти до наших мэков уже дальше и я уже там посмотрю возможно сделаю еще такой подкаст вот именно вот с мэками что как связано может ли инженер ремонтировать мэков или ремонт роботов ассоциирует собой только ремонта бмп и на мэков не распространяется опять же тоже очень интересно подавление стандартный перк сканер боя head overhead так о чем же этот перк ваши ракеты и гранаты наносят дополнительный урон по роботам то есть действует в принципе как те же зажигательные патроны которые наносят дополнительный урон по роботам и этот перк доступен в принципе практически всем классом вот еще у инженеров только у них вроде я такой видел перк доступен вот именно такой перк по гранатам то есть гранаты и ракеты дают дополнительный урон роботам так воля к жизни опять же рейнджер стандартный перк он доступен всем классом разгрузка тут взята крепкое здоровье выстрел из рпг доступен ну в принципе вот встречаются такие видимо недоработки в моде или что есть такие перки которые в принципе классы мирным зачем выстрел из рпг класс инженер или класс поддержки в ранге инженер хотя может быть если бы его я выбрал юнита поддержки в классе инженера появился бы гранатомет вот это было бы вообще по моему круто но это мы тоже проверим в какой-нибудь из наших следующих так сказать следующих подкастов по этому моду в следующих таких зарисовочках посмотрим и выбран перк дальний бросок что он нам дает он нам дает возможность бросать гранаты и делать выстрелы из гранатомета на огромное расстояние то есть соответственно был перк как вы помните что дальность выстрела из гранатомета у гранатометчиков увеличивается на две клетки а тут еще один появился дальний бросок так переходим дальше следующий класс тяжелая пехота ракетчик то есть как вы видите тут у этого класса есть гранатомет ну соответственно есть автомат он дается нам с автоматом посмотрим дальше может он выриваться с пулемета выбрать пулемет поставить то есть вот он выбран выстрелы за рпг дальше идет хэтверхэтс вот как раз таки про которые я говорил что ваши ракеты и гранаты наросят дополнительный дамэдж по роботам то есть выстрелы с гранатометом роботом может тому же роботу нанести дополнительный урон что тоже немаловажно хорошая реакция огневая поддержка стандартные перки дымовая шашка подавление выстрел на вскидку может стрелять и вести ответные огонь и снайперской винтовки после движения меткость снижается на 10 так написано что такую подготовку может пройти только класс ракетчик но я его специально выбрал дабы посмотреть так как на предыдущем классе не выбрал перк выстрела с гранатометом поддержки тут решил выбрать перк выстрел на вскидку подумал возможно у тяжелой пехоты появится возможность носить снайперку это был бы вообще нансенс именно для этого выбрал этот перк но видимо вот недоработка этого мода перк то я выбрал но снайперскую винтовку этот класс взять не может как потом выяснилось то есть в принципе это бесполезно потраченный перк на будущее кто собирается ставить мод чтобы вы были в курсе дальше густой дым тактическое чутье осколочная ракета это стандартные перки опять же рейнджер про него вы уже знаете вот он этот перк старая опасная зона которая увеличивает радиус воля к жизни стандартный перк стойкость крепкое здоровье хаос это все вы знаете также ракетчик тоже старый перк который увеличивает число стандартных зарядов выборочное прицеливание пристрельбы по врагам чьи представители были подвергнуты вскрытию мы с дополнительной наносит 2 единицы урона тоже о нем уже все известно говорили ну и вот явлен ракетс так этот перк у нас предназначен для того чтобы ваши ракеты написано ваши ракеты теперь могут совершать полет намного дальше чем вы могли это делать раньше и также поражать цели которых вы не видите визуально не находятся в радиусе вашего поражения так сказать визуально ваш солдат не видит эту цель но допустим видит кто-то другой или где-то там было подсветили но не видно то есть то что находится не в его радиусе поражения он до туда может дострелить это вообще замечательный перк просто супер так переходим дальше снайпер ну вот класс у снайпера мы смотрели стрелка и теперь снайпер скаут волниеносный рефлекс после того как мы выбираем появляется у нас снайпер скаут соответственно у него базовое оружие не снайперская винтовка а обычный автомат но при этом он может взять и снайперскую винтовку так хорошая реакция старый перк сканер боя надежная позиция нам известные перки медаль номер два никогда не паникует если ранят или убьют его союзники то есть как помните это была такая медалька за бои после операции которая нам выдавалась а теперь это доступно как активный перк выбираешь и все у тебя соответственно боец уже не паникует что важно для нынешних прохождений так как сектоиды вот эти вот маленькие серенькие уфошники теперь часто очень часто воздействует пси паникой на ваш отряд и очень очень часто и очень много раз попадает и многие наши бойцы начинают паниковать и просто-напросто либо уходить в глухую оборону либо сваливать куда подальше так вспышка медаль номер 4 плюс 10 меткости и шансы на критическое попадание если аэс находится дальше 7 клеток ну соответственно этот перк уже мы смотрели рассматривали для снайпера полезен рейнджер также про него уже говорили низкий силуэт спринтер так логан волот опять же повышенная вместимость магазина тактическое чутье агрессия известные перки беглый огонь выстрел на вскидку может стрелять и вести по ответному огонь снайперской винтовки после движения ну как бы стандартный перк для скаута в ударе убийство снайперской винтовки при выстреле с форнгой или по цели без укрытия не считается действием кстати сказать у стрелка не было такого перка а вот у класса скаут он появился возможно они тоже варьируется рандомно либо этот перк присвоен только классу скаут как бы перешел в класс скаут и тогда можешь выбирать либо такой перк либо еще какой-нибудь крепкое здоровье выборочное прицеливание ну и соответственно стойкость переходим к следующему классу штурмовик класса стрелок то есть мы выбираем плазменный залп перк который раньше назывался немножко по-другому спавенные плазменные мини-пушки позволяет пехотинцам делать два выстрела заход ну просто так сказать раньше он озвучилась по-другому если первый выстрел совершен без хода то тогда мы сможем сделать второй выстрел тут немножко с переводом нашалили так огневая поддержка знакомый перк опалач никогда не паникует про него уже смотрели меткий стрелок выстрел из пистолета рейнджер опять же приспособленец подавление тактическое чутье агрессия все знакомые перки медаль номер один здесь меткости врагов в полном укрытии так как вы помните одна из фишек медали за городские бои так lock and load опять же воля жизни крепкое здоровье вызов часовой все нам знакомые перки выборочное прицеливание стойкость и бег в огонь тут нам все знакомо как так теперь штурмовик класса нападения то есть мы выбираем стрельбу на бегу и дальше развиваемся по ветке класса нападения то есть это класс ассалт так стрельба на бегу медаль 2 никогда не паникует если ранят или убит его союзника как бы для штурма это нормально так он вперед рвется и у нас класс нападения отлично мастер ближнего боя мы дан как бы для выбора перк вспышка меткий стрелок гранатометчик агрессии все известные перки опять же вот перк рейнджер выбран дополнительный урон с главного оружия с основного напряженного убийца тактическое чутье выбран перк старый наш молниеносные рефлексы что нужно для штурма близкий контакт доступен также воля к жизни стойкость вызов спринтер крепкое здоровье выборочное прицеливание беглый тут все понятно так и вот мы вернулись обратно все восемь классов посмотрели вернулись обратно к тому же пулеметчику и теперь давайте немножко разберем способности мы посмотрели немножко разберемся по оснащению и так сказать вкладки самой по каждому классу смотрим что же у нас написано итак надпись тяжелопехота пулеметчик это я забил место имени фамилии так чтобы мне было понятно что за класс что за подкласс по какой ветке развития так звание полковник соответственно класс ганнер стоит то есть пулеметчик дальше вот статус стоит флотик вот один день один день это уже немного осталось в основном это где-то 4-5 дней что значит этот статус фатик это значит что боец недавно прилетел с операцией отработал операцию и устал возможно пережил какой-то стресс под устало ему требуется время для отдыха и вот это вот время для отдыха для каждого бойца означает отдельно для кого-то три дня для кого-то четыре опять же зависит от силы воли там и так далее бойца так что в этом моде если вы отвоевали отрядом и на вас кто-нибудь напал либо появилась тарелка вы ее сбили надо совершить следующий вылет то тех же бойцов которые только что пришли с операцией вам взять не получится придется формировать новый отряд допустим из новобранцев тоже их подкачивать поэтому здесь проблематично такая вещь как постоянные вылеты для того чтобы летать на все операции вам нужно либо брать не по шесть кстати отряд тут увеличен теперь по шесть человек изначально он доступен в отряде сразу то есть либо уменьшать отряд не шесть человек а по четыре брать на миссию что конечно тоже чревато потому как противники здесь сильнее либо набирать соответственно ну тут изначально дано нормальное количество игроков в казарме соответственно набирать новобранцев на каждый новый вылет их прокачивать ну и что дает соответственно некоторый всплеск адреналина и переживания зато пройдете вы очередную миссию с новобранцами в вашем отряде либо потерпите полный крах определенное напряжение опять же переходим чуть ниже хп 290 из 99999 почему так 99999 это следующая цифра допол следующая цифра повышения почему она такая недостижимая потому что стоит уже звание полковник то есть выше полковника вы подняться не можете поэтому выставляется соответственно сразу цифра ну тут что хорошо вы по хп можете посмотреть сколько вы уже набили данным юнитом сколько ему требуется до получения следующего ранга и продвижения по званию дальше очки защиты то есть это соответственно то ваше здоровье очки вашего здоровья сколько у вас данного персонажа 8 плюс 1 то есть 9 очков жизни сила воли ну соответственно тут все стандартно как и было раньше mobility за что отвечает у нас mobility mobility у нас отвечает за количество клеток передвижения этого юнита по карте то есть у него 12 плюс видимо дает еще какой-то перк егошный приобретенный плюс еще 3 ну то есть у него подвижность 15 клеток защита 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 это вас ваш шанс на уклонение от прямого либо непрямого выстрела пришельцев то есть чем выше защита тем больше у вас возможности уклониться от выстрела возможности и веры в то что вас не попадут даже если вы допустим будете выбегать из-за укрытия и бежать на врага без молниеносных рефлексов но с большой защитой в таком случае вашего солдата могут с большой вероятностью промазать отлично переходим дальше дальше это меткость меткость тут стандартный вариант об этом что рассказывать что дальше доступно что у нас в рюкзаке в шкафчике бронежилет стандартный бронежилет посмотрим характеристики очки защиты дает нам 2 легкая броня тактическая также еще тактическая броня тактический бронежилет дает очки защиты 1 ну видимо это облегченный какой-то вариант и зачем разработчики его сюда впихнули этого мода непонятно нужен ли он для чего-то дает ли он еще что-то там этого не написано так по вооружению пулемет экзальт автомат экзальт вот то есть просто поменяли нам модельки обычных наших пулеметов на некоторые другие соответственно снайперик она не доступна для этого класса дробовик не доступен для этого класса но появилась ассалт карабин так называемый вот как раз такой штурмовой карабин с которым у нас ходят штурмовики класса не нападения а класса стрелков им дается по умолчанию вот этот вот карабин штурмовый а 24 базовый урон шанс накрыть пять процентов и критический урон четыре пять такое средненькое оружие и фонтан что у нас полу второстепенно ну и угольчатая граната тут все нормально базовый урон мы не знаем alien trophy что это такое и зачем это надо в общем так alien trophy это такие материальчики которые наша база видимо инженерное дело откуда-то под запасов они сняты с обломков ну в общем представляет все обломки всяких разных пришельцев мы ими типа обмешиваемся и это нам дает такой вот перк сейчас я поставлю и как вы видите появляется перк медаль 2 то есть полная защита от критических попаданий то есть обвешались вот такой вот типа бронькой ну всякими металлическими штучками понавешали на себя и в нас теперь critical дамич не нанесут критический урон мы как бы от него застрахованы если повешиваем такую примочку сканер боя но тут все стандартно тот же самый сканер боя только теперь он доступен в плане мы его можем взять любым юнитом и не только тем у кого перк просто тем у кого перк этот приобретен по умолчанию ему этот сканер бой не нужен но у него и так есть мы можем как бы выдать еще каждому бойцу дополнительно так ну тут обычно наша броня керамическая которая дает плюс 1 качку защиты качкам защиты так светошумовая граната стандартная дымовая граната появилась то есть теперь дым у нас могут кидать не только юниты поддержки имея конкретный перка мы можем выдать любому юниту и как вы видите все вооружение стандартное которое изначально дается оно бесконечно соответственно на рынке мы его продать не можем ну и соответственно мы можем его не покупать он у нас доступно что как бы очень способствует так как в данном моде деньги нам нужны на развитие базы как можно больше ну и возможно в дальнейшем на оружие пока еще я не дошел до этой фазы так осколочная граната тут все так же от 1 до 5 хайкап макс ну тоже самое бронебойные патроны которые даются нашим штурмовикам так вазерсайдж то есть целеуказатель вазерный дает нам плюс 5 к меткости при наличии у бойца такого вот вазерного целеуказателя плюс 5 меткости медпакет стандартная ну и соответственно гранатометы тут у нас идут как второе вооружение то есть гранатомет экзальта и гранатомет наш стандартный xcom в каждом по одному заряду так перейдем к классу вот снайпер стрелок оснащение то есть как вы видите раньше снайпер мог взять только снайперскую винтовку теперь снайпер в зависимости от заточки его класса ну как бы этот снайпер стрелок ну лучше снайперскую винтовку давать а вот следующий класс который мы рассматривали из снайперов это снайпер скаут то есть он бегает и после пробежки стреляет ему как бы можно выдавать уже и автомат и штумовой карабин то есть как вы видите тут в этом плане уже вариация для снайперов мы можем снайпером не просто стрелять но и в каких-то определенных миссиях заменять им допустим юнита поддержки либо штурмовика ну если у нас не хватает данного количества юнитов такого класса а допустим уйдет 2 или 3 снайпера свободных в казармах но при этом нету ни одного штурма или юнита поддержки мы можем их переоснастить и они у нас будут работать как юниты поддержки либо допустим юниты штурмовиков тоже по-моему очень классно очень здорово также посмотрим сейчас еще один класс в плане вооружения то что я хотел посмотреть вот пулеметчик без гранатомета по оснащению также у нас можно взять как пулемет так и автомат и теперь класс ракетчик по оснащению сейчас мы посмотрим а вот у класса ракетчика как видите даны только карабин и автомат данному классу пулемет недоступен то есть тут уже варьируется но в принципе тоже здорово поделили либо автомат и гранатомет тебе дается либо тяжелый пулемет тогда уже братан извини гранатомета как бы тебе не видать по-моему здорово здорово и вы смотрите что самое интересное то есть гранатомет дан по умолчанию этому классу и в дополнительной ячейке мы можем что сделать сушлить просто-напросто вперед мы ставим еще гранатомета то есть у нас уже получается не одна ракета а три ракеты плюс еще наши допустим перки дают к этим гранатометом еще то есть у нас идет заряженный такой боевой чел который может просто тупо стрелять из гранатомета а если кто-то подошел ближе отстреливаться из автомата по-моему супер класс ракетчик просто слов нету сделали вещь здорово и так с этим мы совсем закончили и давайте немножко немножко так перейдем к боевке один бой вам просто покажу так и сразу перейдем к тому что почему у нас так много все таки в ангаре самолетов дается целых шесть на каждый континент можно запускать а потому что хрен мы собьем теперь тарелку с одним нашим истребителем как видите вот один уже в ремонте удавалось четыре одну тарелку я пытался сбить одного как видите истребителя нету запускал три четыре истребителя из них один размолотили и в итоге его не стало второй получил повреждение и как бы третий сбил и как вы видите вот фиксируется одно убийство одно убийство ноль убийство и соответственно и я чувствую что в этом моде добавили такую фишку чем больше у пилота самолета так сказать у данного истребителя чем больше сбитых кораблей тем скорее всего у него будет повышаться маневренность меткость и такой истребитель скорее всего сможет чаще сбивать тарелки нежели истребитель не имеющий на своем счету ни одного сбитого у фошника корабля у фошника итак итак выпускаем наш истребитель который уже у нас так сказать не ветеран но пострел вижу противника же у нас работал сбил одну тарелку и посмотрим ну вот теперь он сбил с двух выстрелов тарелку как ни в чем не бывало то есть сбитые истребители сбитые истребителем тарелки влияет на его меткость и маневренность как я уже и говорил хотя в прошлый раз когда он был нулевого ранга ни одного сбитого сбитой тарелки не было они либо промахивались либо их расстреливали либо они просто не могли догнать эту тарелку и время неумолимо уменьшалась и заканчивалась тарелка улетала вот такие вот изменения произошли в моде ну и давайте вышлем рейнджер то есть у нас два штурмовика идут остальные как вы видите еще пока не могут выйти на задание и давайте в таком случае мы подождем немножко ну как бы нажмем на обнаружение целей у нас пройдет где-то денек так денек прошел давайте вернемся теперь опять к нашему сбитому кораблю так у нас ага еще почему-то не вышли не вышли наши юниты давайте еще один день прокрутим чтобы третье хотелось бы сразу показать все классы ну видимо видимо нет так 16 часов 16 часов может еще немножко ага мы получаем сообщение о новых похищениях людей места происшествия отмечены на глобусе ну ладно давайте так вот низкая трупы сектоидов запрос государства от россии так 6 сектоидов от нас хотят 29 у нас есть дней на выполнение 17 и не им подарят одного ученого что же давай продадим так ну и давайте начнем на эту операцию быстренько пролистаем так сказать заслушивать ничего не будем я просто вам немножко боевку покажу возможно быстренько меня убьют так сказать Австралия отправила уже несколько запросов о помощи значит летим туда пришло сообщение с большой земли по городу шастают пришельцы надо отправляться туда и зачистить регион как вы видите вот тут вот призрачный дворец мы на дамбу летим ребятушки кстати раньше эта миссия была доступна только в плане длс сейчас то свободный режим центр рейнджер подходит к точке назначения штурм 1 просит разрешение на высадку вас понял рейнджер штурм 1 начинайте атаку противника не подставляйте так тут нам крантики откручивать не нужно никакие так ну давайте сразу пробежим подальше чтобы не межоваться так кого-то там увидели и сейчас покажем как что кто воюет и как видите у юнитов как у моих так и у инопланетян разные очки защиты то есть разное количество жизни они могут варьироваться и соответственно чем выше звание ранг у ваших солдат тем больше очков жизни будет соответственно у ваших противников пришельцев итак что нам доступно как вы видите появились новые фишки перегрев я пока еще до конца не выяснил что это и как это влияет на наших противников в основном это у роботов такая фень как перегрев так ну что ж давай будем стрелять с дробовика так и что и у нас срабатывает еще один выстрел разве у нас два ответных ага вот у нас есть же плазменный залп точно точно то есть мы после выстрела можем стрелять еще раз и теперь вам переключить на пистолет выстрелим из пистолета посмотрим на еще одну фишку взорвался юнит и и как вы видите у пистолета тоже уменьшились патроны то есть теперь вместо постепенного оружия ребят стрелять у вас не получится так как раньше и покончились патроны в автомате и безнаказанно вы стреляете из пистолета тут теперь могут кончиться патроны и в том и в другом вооружении причем в пистолете гораздо раньше чем в автомате вот так вот два выстрела с пистолетом по три патрончика выпускает ну соответственно вся обойма теряется так переходим в автомат стреляем из автомата также появился еще один перк вот давайте я вам сейчас покажу просто на примере нажмем на троечку меткость увеличивает меткость на 20 единиц так стреляем из арбаляка и увеличение меткости то которое у нас происходит на 20 единиц действительно в течение двух ходов то есть за два хода если мы не успели сделать выстрел то соответственно придется потом заново нажимать на той же самой перке если мы хотим очень хорошо приметиться и мне кажется в старых версиях уфо такое было использовано то есть функция прицеливания была что можно было пропустить ход и получше прицелиться нежели просто стрелять с с с с ну что-то нам тут дроны и не попадаются и почему-то они не атакуют не вот это вот интересно тоже кстати поменялась тактика пришельцев они могут теперь двигаться по всей карте обходить вас всяко разные если вы прошли по карте не нашли кого-то это еще не значит что у вас не обошли не заходят со спины причем тот шум который вы издаете они его точно также слышат как и вы и соответственно ориентируется на него меняет тактику свои действия что касаемо состава то теперь у нас нет счетчика состава не появляется информации если состав и в каком количестве данной миссии также не появляется счетчика сколько ходов если вы обновили состав до типа его изъятия он не изымается и вы можете сколько угодно ходов потратить но и соответственно чтобы найти этот состав теперь сведением данного мода вам нужно будет пробежаться по всей миссии по всем укромным уголкам потому как есть он или нет вам теперь заранее не показывает неизвестно если он попал ваше поле зрения значимого нашли не попал но значит извиняйте плохо искали или возможно его нет на миссии и касаемо состава теперь его может быть не два контейнера может быть один контейнер может вообще не быть контейнеров миссии и состава с контейнеров вы добываете не по 10 как раньше а по 3 единицы так что теперь состав стал еще интереснее в плане разлены разменной валюты то есть еще весомее не соответственно теперь по поводу состава жаба задушит но чтобы его потратить на улучшение либо на улучшение солдата улучшение с увеличение скорости постройки либо еще куда-то ну вот как вы видите поведение врагов меняется вроде вот там сектоиды или как они там туда мелкие серые шняшки остались судя по звуку ну что-то дроны какие-то не обстоятельные они даже стрелять у нас не стали почему-то тактика мне непонятно что то что в данном моде наших пришельцев так ну что пробежим подальше поглядим что там да как там никого не видно соответственно в этой миссии насколько я помню состава не бывает так ну давайте этим юнитом прошвырнемся вот они у кошки и как вы видите тут уже наглядно видно разброс разброс плане они хп врага он разнопланов то есть кого-то 4 единицы здоровья у кого-то 3 у кого-то 5 и и это без применения вот он кстати сказать применил на него эффект усиливания вместо 4 полосок стал от 5 а второй тут же стоит с 5 полосками хп без всяких усилений как видите бойцы одного класса могут иметь разную степень защиты так давайте включим огонь на подавление и вторым юнитом просто возьмем и добежим включается молниеносный рефлекс как вы видите работает просто два штурма просто два штурма так убиваем вот кстати применение тупо уме про что я говорил то есть пришельцы когда верь что проигрывают я начинает сеять среди вас панику что соответственно тоже очень нехило влияет так мы приключаемся на пистолет бросаем давайте игольчатую гранату так ну как то чтобы своего то не задеть вот сюда вот ну что то как то не особо я увидел чтобы она какой-то урон нанесла кстати сказать здесь перестроена физика попадания в плане того что если с гранатомета или с граната вы бросаете процентаж высчитывается раньше было давайте с гранатомета и он показывает практически во всех вариациях 90 процентов попадания теперь же показывает более правдивой вариации в плане того что может у вас быть 17 процентов и 14 и 10 смотря что и как применим двойной выстрел вот такие вот дела ребят слушаясь и вот как вы видите теперь здесь сказывается защита защита у него 154 аж то есть практически невозможно попасть в чувака и даже без перка было минус на рефлекс всего пронесли два штурма разобрались но это браги полковник кожи а в ранге новобранца вам будет очень и очень и очень тяжко это сделать при учете того что вы видели сколько раз я перезаряжался пока расстреливала то есть по два раза стабильно каждым вам придется перезарядиться и соответственно на двух штурмов противников было нормально вот таким макаром как-то это все дело делается и давайте сейчас долетим может быть вот тяжелая пехота возвращается в строй закончить операцию без потерь и вот видите про что я вам говорил мы прилетели на базу у нас 45 дней положено на отдых так сказать отстрелялись отдохните все снижается паника в австралии до связи переходим запас спутника то есть смотрим где у нас в австралии вот у нас паника и понизилась около то стало то есть германии так как тот запущен спутник у нас вообще в ноль уходит ну и соответственно посмотрим кто у нас может вылететь на сбитый корабль пришельцев а вот наш ракетчик может вылететь но она одна и даже если будем где-то что-то я наверно сделаю еще небольшой обзор ну пустого как я сам дойду до того момента где будут мэки уже у меня развиты и вам там уже покажу как действует ремонт нужно будет собрать все классы и всеми классами показать боевку сейчас было просто обобщена информация ну и дальше показать развитие оружия потому как оружие тут появилось разные новые будет варьироваться какое лучше для какого класса мы соответственно увидели что гранатометчик может носовать себе толпу гранатометов практически взять еще кого-нибудь себе в поддержку и пойти на задание развалить толпу всяких разных противников и напрягаясь но опять же это я вам говорю что на данный момент я в конфиге просто изменил положение у всех моих солдат до класса полковник полностью их покачал повысил чисто для того чтобы вам показать все перки соответственно проходить уже до мэков и так далее поэтому подобное я буду сначала и до определенного момента как наступит определенный момент сниму еще одну серию он вложил про то что и как какими перками кто с кем как лучше взаимодействует может ли наш юнит поддержки в классе механика чинить мэков или только бмп это тоже обязательно проверим проверим что и какая разница между рпг с там нашим так сказать ракетчиком и просто пулеметчиком между снайпером с кого-то мы таким снайпером это все проверим посмотрим но это уже сделаем отдельный такой подкаст по боевке ну вот на этой вот интересной завершающей оптимистической ноте я с вами попрощаюсь видите даже уже что-то голос начал подсбиваться подсел ну и все ставьте лайки подписывайтесь на канал зовите друзей репостите выкладывайте в социальных сетях этот ролик распространяйте пусть народ посмотрит видит что к чему возможно кто-то захочет тоже поставить вот поиграть в общем всем удачи по жизни ставьте пальцы вверх продолжите смотреть канал пока